Как вот нам попадать сюда? Там есть отдельный вход. Есть же отдельный вход. А вот вода-то перекрывается вот здесь. Вот здесь перекрывается вода. Там отопительная. Там отопительная, а здесь вода. Чего вы нам говорите? Мы же тут здесь всю жизнь прожили. Здесь мы и что? А я тут при чем? В нашем доме, вы же знаете, находится школа творчества. Вы не имеете права вот здесь находиться. Это лично вы должны знать. И вы все знаете, только вы молчите. Сотрудники бара в подвале жилого дома номер 179 по улице Новосадовой даже за несколько месяцев не смогли понять. Все, о чем говорят жители, как раз таки и их проблемы. И школа искусств по соседству, и центральные коммуникации дома сами за себя говорят. Рюмочной тут быть не должно. С прошлого визита правоохранителей и общественников изменилось немногое. Исчез игровой автомат, да туалет перестал быть платным. В остальном все та же благодать. Предъявить как минимум лицензию общественникам и полицейским уже в ходе новой проверки продавец не смогла. Говорит, первый день на работе. А хозяин точки, как ни странно, на выручку своему сотруднику так и не приехал. Постоянные клиенты не на шутку, раздосадованные ходом событий. Жалко, что все меньше, меньше заведений. Заведений. Я просто не знаю, где у вас сейчас. Молодые люди будут пить после работы. Некуда у тебя сижу, а за другом. Зато местные жители уверены, закрытие бара принесет благожданный покой. Ханыг будет. Некуда ходить сюда. Негде брать. Негде будет. Они идут и все туда. Потом по углам. Вот тут стоят, там стоят. Мало. Мало еще идут. А вот по этой дороге в наши серые дома все ходят дети в школу. Вот здесь вот. И дети вот это все видят. Вот это видят дети. Видят, что за углом все видят. Вот это все происходит у нас во дворе. Нет, вообще не выносимо. По итогам проверки всю продукцию сомнительного заведения конфисковала полиция. Дальше действия также будут принимать решительные. Здесь нужно понимать, что закрыть физически, заколотить данное заведение мы не можем. Но вместе с тем, значит, данный вопрос, я так думаю, будет решен образом таким, что данная продукция будет постоянно изыматься из данного объекта. То есть постоянно данный объект будет находиться на контроле сотрудников главного управления, а также территории Октябрьского района. Соответственно, данная деятельность будет экономически нецелесообразна, и предприниматель будет вынужден либо закрыть данное заведение, либо сменить форму своей деятельности. Кроме этого, если окажется, что торговали здесь вовсе без лицензии, рюмочный может грозить штраф до 300 тысяч рублей. Это в случае, если она оформлена как юридическое лицо. Да и работа для Роспотребнадзора здесь, скорее всего, тоже найдется. Анастасия Зубарева, Константин Головин. События.